Господа, я не творю, стихи я не пишу, и мало того, у меня уже нет такой возможности, как у наших гостей, прочитать стихи моей жены, потому что она тоже не пишет. Я вас познакомлю со стихами удающегося, недооцененного русского поэта Николая Алексеевича Заболота. Ну, вы знаете, я так думаю, что где-то в 70-х годах его начали ценить, а до 70-х годов его не ценили. Уже из 70-х годов прошло почти полутора. Я очень рад, что его все знают, и у меня есть единомышленники, которые разделят мое восхищение. И я хотел именно для вас прочесть пару таких стихотворений, которые для меня, по крайней мере, заслуживают внимания. Судьба у него была очень трагичная. Он был репрессирован, и на протяжении, как бы сказать, отсидки, в течение 7 лет он не написал ни одной строчки. И вот, значит, он пишет, стихотворение называется «Гроза», и он ассоциирует с грозой как бы ожидаемое и приходящее вдохновение поэта, после чего появляется вот слово поэтическое. Содрогаясь от мук, пробежала над миром зорница, тень от тучи легла и смешалась с травой. Все труднее дыша, в небе облачном бал шевелится, низко стелится птица, пролетев над моей головой. Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновения, человеческий шелест травы, весь чехолок на темной руке, эту молнию мысли и медлительное появление первых дальних громов, первых слов на родном языке. Так из темной воды появляется в мир светлоокое дело, истекая по телу, замерзает в восторге вода. Травы падают в обморок, и направо бегут, и налево, увидавшие небо стада. А она над водой, над просторами круга земного, удивленная смотрит в дивном блеске своей ноготы, и, играя громами, в белом облаке катится слово, и сияющий дождь на счастливые рвется цветы. Это, которое я вам хочу прочесть, это как бы раскрывает, может быть, одну из главных тем всего Заболоцкого, это смерти и бессмертия. Такое вековое, как бы, вековой обычай православный, это поминальное подаяние, вот есть вот такое. И когда время сталкивается с памятью, то время узнает, что оно теряет свои права над памятью. То есть, если человек помнит, то время как бы бессильно в этом. Это было давно. Шел по кладбище вон, исхудавший от голода, злой, и уже выходил за ворота. Вдруг под новым крестом с невысокой могилы сырой заприметил его и откликнул неведомых кто-то. И седая крестьянка в заношенном старом платке поднялась из земли, молчаливо, печально, сутуло, и, творя поминание в морщинистой темной руке, две лепешки ему и яичко крестьясь протянуло. Словно громом ударило душу его, и тотчас сотни труб зазвучали, и звезды посыпались небо, и сметенные, и жалкие, в сияние страдальческих глаз, Принял он подаяние, поел поминального хлеба. Это было давно. А сейчас он известный поэт, хоть не всеми любимый, и понятый также не всеми, как и прежде живет в окружении прожитых лет, в этой грустной своей и великой чистой поэме. И седая крестьянка, как старая добрая мать, обнимает его, и бросая пиро в кабинете, все он ходит один и старается сердцем понять то, что могут понять только старые люди и дети. Николай Алексеевич, он как бы это писал так потому в конце, потому что он считал, что ближе всего к Богу, это вот старые люди понимают его и дети. Ну и последнее стихотворение, которое я как бы не могу вам не прочесть, может быть оно известно для вас. Это стихотворение называется «Некрасивая девочка», в котором герой этого стихотворения пытается разобраться, почему люди благотворят внешнюю красоту, они восхищаются красотой внутренней, душевной, то есть как бы добротой, состраданием и так далее. Среди других играющих детей она напоминала лягушонка. Заправлена в трусы, худая рубашонка, колечко рыжеватые, кудри разбросанные, рот длинный, зубки кривые, черты лица остры и некрасивые. Двум мальчуканам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь, к обеду гоняли под бары. Она же бегала за ними следом. Чужая радость, так же как своя, томит ее, и вон наружу рвется. И девочка ликует и смеется в объятиях людского бытия. Ни капли зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Все для нее на свете так безмерно ново, все живо так, что для других мертво. И не хочу я думать, понимая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, и что сломать его навряд ли можно в миг. Мне верить хочется, что этот жаркий пламя, который в глубине ее горит, всю боль свою один переборит и перетопит самый твердый камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей привлечь воображение. Младенческая грация души уже видна во всех ее движениях. И если это так, то что есть красота? И почему ее обушисляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь мерцающий в сосуде? Спасибо.